МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Мне очень приятно Вас видеть, особенно накануне празднования Дня первого президента Республики Казахстан, если официально говорить. И мне очень интересно, какую роль сыграл глава нашего государства в Вашей жизни. Я думаю, что вообще космическая деятельность нашей страны, не только мои полеты, а вообще вся космическая деятельность Республики Казахстан просто немыслима без вот этого человека. Еще на заре нашей страны, как независимой страны, этот человек приложил все усилия для того, чтобы сохранить космодром Байконур. Вот это уникальное создание на планете Земля, которое было создано во время Советского Союза. И уже перед распадом Советского Союза Нурслан Абиш принимал непосредственные шаги для того, чтобы сохранить его как для человечества, так и для Республики, для нашего народа. Вы знаете, что космодром Байконур является самым пускающим, самым большим космодромом мира на нашей планете. Нет такого космодрома. Фактически это несколько космодромов вместе, в одном месте. И территория нашего космодрома, представляете, равна и даже несколько больше, чем территория государства Сингапур. Один космодром. И я помню те шаги, значит, я еще тогда был авиатором, летал на самолетах, но видел, как наш Нурслан Абиш лично занимался этим вопросом и прилетал на космодром. Тогда, когда там вообще никого не пускали внутрь этого космодрома. Таков был режим секретности во время Советского Союза. Это был серьезнейший и сложнейший процесс для того, чтобы перейти, значит, перешел этот космодром, значит, в распоряжение Республики Казахстан, введение Республики Казахстан. И ведь тогда стоял вопрос вообще о том, когда развалился Советский Союз, вообще будет ли он или его вообще не будет. Поэтому огромная заслуга в этом только нашего президента. А ваш полет в космос, это было все-таки ваше желание, или вас попросил президент? Потому что я знаю, что доктора Оба Кирова в космос отправил наш президент. Ну, вы приблизительно правильно говорите, да? Потому что Нуршултан Абиш, как руководитель нашей страны, нашего государства, конечно, был заинтересован в том, чтобы с нашей территории, с нашего космодрома полетел, наконец, представитель Республики Казахстан, представитель нашего народа, казахского народа. Было 30 лет уже запусков с космодрома Байканур, вы знаете, да? А с 61-го года, до 91-го года никто из казахов не летал. И не потому, что мы не могли освоить эту специальность или еще по каким-то причинам. Просто вот такое было руководство Советского Союза. И оно было консервативно в этом плане. Было негласное указание, в общем, только лиц славянской национальности только допускать к полетам. Это во время Советского Союза. Оно нигде не записано. Это вот такие неписанные правила. И вот роль нашего как раз Нуршултана Абиша Назарбаева в том, что он переломил это. И вот лично, беседуя с Михаилом Сергеевичем Горбачевым, бывшим президентом СССР, генеральным сектором ЦК КПСС, он доказал, что необходимо уже запускать нашего представителя. И вы правильно сказали, что это вот посчастливилось. Значит, президент страны предложил в то время, значит, слетать, выполнить этот полет, такой символический полет нашему Батыру, значит, Ахтару Абакирову. Он тогда уже к этому времени был герой Советского Союза, получил залетные испытания микояновских самолетов. И он выполнил вот этот полет. Причем он был в таком уже зрелом возрасте. Ему было 40 лет, по-моему, да? Ему было 45. А, он было 45 даже. 45 лет, да. Поэтому, да, это был серьезный шаг. Но это, я еще раз повторяю, вы правильно сказали, что это, конечно, заслуга президента нашей страны. А вы вспомните свой полет? Вы не просто полетели в космос, вы еще и вышли в открытый космос. Ну, вы все много знаете. Я много знаю. Спасибо. Да, на самом деле, ну, тот этап был пройден, и весь мир узнал, что казахи тоже могут летать в космос, в общем-то, как и любой другой народ. Но предстояло затем ведь стать уже профессиональным космонавтом. И вот тут выпала большая роль на меня. Потому что больше, к сожалению, никто тогда не прошел медицинские комиссии, отбор. Такой был жесточайший отбор в то время в отряд космонавтов. И, к сожалению, на сегодняшний даже день из нашего народа только один представитель, ваш покорный слуга, прошел все этапы отборов. В Гагаринский отряд. Это первый отряд космонавтов. Там, где был Гагарин. И, больше того, я, конечно, приоткрою, может, вам, завесу какую-то там секретности. Я начал гораздо раньше, чем Тахтар готовится к полетам, потому что я был в отряде космонавтов уже с 90-го года. Я проходил 4 года, начиная с 86-го года отбор. И каждый год мне подтверждали, что я прохожу, но, тем не менее, не пускали. И вот роль, опять же, нашего президента, нашей страны, состояла в том, что он доказал. И просто добился того, что... Чтобы вы полетели, да? Нет, почему вы держите? До полета еще далеко было. Надо было готовиться в качестве профессионального космонавта. Это годы. Это годы. Поэтому, значит, вот именно этот барьер перейти от того, что ты проходишь все этапы, но в то же время тебя не зачисляют в отряд космонавтов. Это еще Советский Союз был. Но, тем не менее, вы все равно полетели в космос, вы добились, да? Да. Того, чего хотели. И я помню, как однажды вы приходили к нам в студию и рассказывали, что... Как вы выходили в открытый космос. Я запомнила фразу, и вы сказали, что... Когда я вас спросила, вы почувствовали силу космоса? И вы сказали, что в какой-то момент вы почему-то отцепились, да, от поручня, и вас начала затягивать вот эта вот черная дыра, да, так называемая. И в какой-то момент вы почувствовали, что вас кто-то как будто бы назад подтолкнул. Действительно, это произошел один из таких случаев. Это нештатная ситуация, серьезнейшая нештатная ситуация, когда я отцепился. Не специально отцепился. А то он еще подумает, что я сам специалист. Это же происходило во время очень сложной инженерной работы, за бортом, которая и физически сложная, и... Тем более вы же в этом скафандре, да? В огромном скафандре, который весит огромное количество, неудобный, и так далее. Ну, так сложно работать в открытом космосе. Но дело не в этом. Вот во втором полете, как раз я считаю, что помимо того, что на меня выпала огромная работа и ответственность представляет наш народ, прежде всего, по тебе же судят обо всем народе, как ты работаешь, потом скажут, а вот они такие и такие. Конечно, приходилось очень много прикладывать сил и усилий, но при этом мне еще и повезло. Например, вот во втором полете в том же самом. Ведь было официальное открытие города Астаны, нашей столицы с вами. В 98-м году это было. И, значит, был смонтирован телемост между станцией «Мир» и городом Астаной. Это очень сложный был многоколенчатый, значит, телемост, который осуществлялся со станцией. Мы находились над Соединенными Штатами, а связь делалась с Астаной. И я считаю, что я просто счастливый человек, что я принимал участие в открытии нашей новой столицы и докладывал президенту своей страны, как мы работаем, как мы видим нашу столицу из космоса. Давайте вернемся вот к силе космоса, когда вы отцепились от этого поручня, да? Вот расскажите про этот момент. Было страшно? Ну, во-первых, давайте начнем с того, что нормальный человек всегда должен испытывать страх. Когда говорят, что вот он бесстрашный и так далее. И если человек, не обдумавший, идет на безрассудные, значит, поступки, это не совсем нормальный психический человек. Таких вообще в космонавты не берут. Поэтому, я еще раз говорю, страх обязан присутствовать у каждого человека. Но бесстрашный человек, понятие бесстрашного человека, это тогда получается, когда человек свой страх умеет перебороть, зная, что это очень риск большой, зная, что там есть опасность, значит, получить увечья или, значит, вообще погибнуть. На основе своих просчетов и очень хорошей подготовки идет на это. И выполняет свою работу с честью. Вот это и есть бесстрашные люди. Вот как раз работа за бортом, которая, опять же, я думаю, что мне посчастливилась. Я, значит, очень много работал за бортом. В то время это было третье место в мире. В мире не среди советских, российских космонавтов, а в мире. Я по выходам в открытый космос, значит. Мне приходилось, значит, восстанавливать станцию «Мир» дважды после вот неудачных столкновений корабля «Союз» со станцией «Мир» дважды в 1994 году и особенно в 1998 году. И вот этот случай, который вы запомнили, потому что он до сих пор у меня как перед глазами стоит, это потому что касалось просто моей жизни. Вы знаете, что космонавт сегодня, который в открытый космос выходит, он не привязан никакими тросами, который вот раньше, у многих понятий, что он выходит, а за ним большой трос там тянет. Я тоже так думала. Нет, такого нету. Это человек, который выходит в этом скафандре, который вообще объединен. И просто держится и вот по этой трубе, то есть идет, да? Ну да, по поручням так называемым. А иногда и без поручня, где нет этого. На станции все же невозможно предусмотреться конструкторам. И вот мы как раз выполняли нештатную работу после того, как произошло вот это вот столкновение корабля, грузового, не грузового, к пилотируемого корабля, с станции, он разрушил станцию фактически. У нас есть собственные фалы. Это типа, значит, вот как у альпинистов есть такие, значит... Крепления, да? Крепления, да. Вот они, значит, застегиваются. Правило таково должно быть передвижение по станции, только руки. Там вообще ноги не нужны, в принципе, в космосе. И, значит, должно быть соблюдаться такое правило трехточки. Либо две руки держаться, и один фал из двух. Либо два фала, одна рука. То есть трехточка, да? Я все это соблюдал строго и переходил от одной конструкции к другой. И происходил сложный переход от одной конструкции к другой в открытом космосе. Земля под нами летела, ну, естественно, с огромной скоростью 8 км в секунду. Мы перемещались, и вот ты, представляешь, находишься над землей, летишь. Твое тело летит со скоростью 8 км в секунду рядом со станцией. И, значит, вот одно неудачное движение, и можешь улететь навсегда от станции. И уже никто никогда тебя не спасет, и не догонит, и ничего не сделает. Поэтому нужно соблюдать очень серьезную технику безопасности. Чего я и делал. Но всего не предусмотришь. И вот при переходе с одной конструкции на другую, произошел очень интересный случай. Вот мой фал, значит, отцепился с карабином. Вот карабин это называется, с которым зацепляешься. И нужно было перелететь там метра два всего, значит, да? Метра два перелететь по, значит, безвоздушному вакуумному пространству. И оттолкнувшись, а второй фал у меня в руке. И получилось так, что, значит, от этого я отцепился рукой, и с этим фалом летел конструкции, чтобы зацепиться сразу же быстро. А он такой легкосъемный фал, значит, да? Но в это время я увидел и ужаснулся то, что я еще не долетел до этой конструкции. И, значит, ну, немножко иду в сторону. А этот фал, вместе с элементом конструкции, к которому он был пристегнут, он висит в космосе. То есть у меня уже с шахтанцем ничего не соединяло. Это... То есть вы уже были просто... Да, я был свободный, автономный элемент, значит, в полете. В космосе. Искусственный спутник в земле. Еще один, значит, да. Но только живой. Первый косат. Да, только живой. Да, и вот, конечно, это сейчас, так сказать, с улыбкой можно рассказывать. Но тогда, конечно, это было не до смеха. Это была серьезная, значит, ситуация, когда, ну, все пронеслось за несколько секунд в голове. И я действительно проходил мимо конструкции. И вдруг какая-то сила, я же говорю, которая непонятно мне по физическим законам, значит, меня подвела. Снова. Главно вот к той конструкции, которой я мимо пролетал. А вы суеверный человек? А вы знаете, практически каждый космонавт и каждый летчик это суеверные люди. Потому что в наших профессиях существует много чего того, что не дано понять умом. И только какие-то вот такие вещи иногда спасают. Знаете, ну, конечно, уж совсем суеверными мы не являемся, но некоторые вещи, конечно, соблюдаем. Скажите, а когда ваша семья вас отправляла, да, ваша супруга в космос? Был страх, что вы не вернетесь? Ну, давайте так. Конечно, мы не будем драматизировать совсем, может, трагедизировать этот вопрос. Но каждый полет, значит, да, это не обычный полет, он не рядовой полет и не штатный полет. Потому что каждый полет является испытательным. Поэтому мы являемся летчиками-космонавтами-испытателями. Поэтому, значит, всегда, значит, теоретически присутствует, значит, возможность и не вернуться. Вы народный герой Казахстана, герой России. От таких званий, мне кажется, у любого нормального человека закружится голова, да? Я помню, что когда я брала интервью у Тухтара Убакирова, он мне признался, что он прям какой-то период времени болел звездной болезнью. Сказать, что совсем, значит, не повлияло на меня то, что я получил такие высочайшие звания нашего народа, Российской Федерации. Кстати, высшее звание Французской Республики получил, Орден Почетного Легиона тоже. И другие высшие награды. Да, в общем-то, конечно, это воодушевляет и приподнимает твой дух. Но нам, во-первых, наверное, некогда было. Видимо, вот эта вся работа, которая... А у меня постоянно одна за одним, одна за одним были подготовки к полетам, да? И, видимо, вот этот процесс, он начисто вот это убрал. Если бы я просто был праздно болтающимся после полета, да? И ездил только, значит, по деревням, аулам, весям, городам, значит, то, может быть, и тоже, может, что-то с головой произошло. Ну, просто некогда было, видимо, я думаю. Да, потом нас и воспитывали совсем по-другому. Значит, ты нормальный человек. Ты выполнил свою работу. Ты выполнил свою работу, сложную работу, опасную работу. Ну, кто-то же должен ее делать. Но это не значит, что ты должен себя чувствовать выше других. Но неужели вы себя не чувствовали героем? Вы же понимали, что со всего Казахстана всего два человека полетели в космос. Ну, понимаю, я и сейчас это хорошо очень понимаю. Ну, так, что сказать, значит, во-первых, я всю жизнь шел к этому. Это как бы естественно, значит, хотя ведь есть люди, очень много примеров перед моими глазами, которые вот всю жизнь шли и даже в отряд космонавтов попали. И 30 лет в отряде и более прослужили, но ни разу не слетали. Это трагедия всей жизни, в общем-то, да. Конечно, мне и тут повезло, значит, что я вот все-таки выполнил свою основную миссию, свое предназначение. Значит, мне есть что сказать и своему народу. И сегодня я, получив вот эти, можно сказать, приличные фундаментальные знания, значит, пытаюсь сегодня перенести на нашу работу, вот будучи уже председателем Национального космического агентства. Хотя я, собственно, никогда, собственно, особенно этого не хотел, но я думаю, что это нужно делать. Ну, кто-то должен этим заниматься в нашей стране. Конечно, потому что, имея на своей территории такой уникальный космодром, значит, вообще страна, имеющая огромный потенциал и развивающаяся динамично, которую теперь знают во всем мире, конечно, неприлично не иметь собственной космической отрасли. А ведь так было совсем недавно. До 2007 года ведь у нас ничего не было, вообще ничего. И как-то жили. Да, жили, ну вот радовались, значит, тому, что 20 человек слетало, конечно, это гордость. Я это все прекрасно понимаю, но нельзя останавливаться на достигнутом. И надо сегодня продвигать... Но у вас сейчас, как у председателя Национального космического агентства, есть амбиции, чтобы еще казахи полетели в космос? Ну, это у нас никогда не уходит на второй план. К сожалению, значит, реальность такова, что сегодня мы, значит, не имеем такой возможности так свободно взять и подготовить и запустить космонавта. Это связано с большими сложностями, значит, правового характера, межгосударственных отношений. Сегодня на орбите находится международная космическая станция, объект, значит, международного права. В соглашении о создании этой станции, значит, принимают участие несколько десятков уже государств, которые подписали соответствующее соглашение, меморандум и другие документы, которые позволяют им участвовать в этом процессе. Но это не просто подписали, это внесли огромные, огромные средства для того, чтобы создать эту космическую станцию, чтобы поддерживать всю инфраструктуру. Речь идет о миллиардах долларов. Мы не являемся, Казахстан, значит, участниками данного процесса на сегодняшний день. И если раньше, я еще раз повторяю, можно было согласовать на уровне двух президентов или двух глав правительств, там, значит, да, вопросы эти, то сегодня это очень сложно сделать, потому что, я еще раз повторяю, 16 или 17 государств, а только членов. А почему мы не являемся до сих пор членами? Ну, это вопрос не ко мне. Хорошо. У нас в стране всего два космонавта, да, которыми мы гордимся, наши батыры. Но я вот спрашивала у Тухтарова Горбайча, он сказал, что он очень вас сильно уважает, но, к сожалению, почему-то вы не общаетесь. Почему? А кто вам сказал? Ну, Тухтарова Горбайча сказала, что вы не друзья. Нет, ну, что значит друзья? Это друзья, когда, вот, значит, в ресторан ходишь, там, значит, еще куда-то там. Ну, во-первых, я не выпиваю так уже, значит, и он тоже, мне кажется, не выпивает. На этой основе у нас нет, так сказать, дружбы. Ну, а так мы относимся... Ну, и говорят, что не было никогда такой особой дружбы. Ну, во-первых, до того момента, когда я его первый раз увидел, я его вообще никогда не видел, и не знал, что он есть вообще, значит, да. Поэтому, а дружба, она же искусственно не создается. Она получается естественно, сама собой, на основе каких-то взаимных, значит, дел, взаимосвязывающих друг друга, там, значит, общих интересов и так далее. Мы совсем разные люди, значит, я жил в Алма-Ате, а он в Москве, значит, в Жуковском. Но мы друг друга не знали, что вообще есть мы друг друга, не знаю, что, не подозревали даже. Потом в конце я уже знал, что есть такой великий летчик, я гордился этим, и сейчас горжусь, кстати. Вот, но, я еще раз повторяю, дружба, она же ведь рождается, когда даже совсем одноклассники бывают дружат, правильно, да? Или там одногруппники где-то там, вот, а мы вместе-то ничего не... Ну, и взгляды, даже политические взгляды у вас тоже разные. Вот если у доктора Горбаевича какое-то время были оппозиционные взгляды, то вы всегда, мне кажется, были лояльны к власти. Что значит лояльны? Во-первых, я всегда видел, и до сих пор вижу и горжусь тем, что у нас такой президент. И я это делаю не потому, что пытаюсь заработать очки. Я всегда это думал, и из-за этого человека могу отдать жизнь, если нужно. Понятно, да? Это всегда было так. И сейчас есть. И не меняю своих взглядов. Туда-сюда. После вашего первого полета, да, помните вашу первую встречу с президентом? Ну, во-первых, я горжусь опять же тем же, что, значит, впервые в истории опять человечества, вот это нисколько здесь не преувеличений нет никаких, именно наш президент встречал своего космонавта из космоса на месте приземления. Никогда в истории человечества до этого такого случая не было. Значит, некоторые президенты отдельных стран, в том числе США, СССР, России провожали в космос, когда старт. Как правило, всегда провожают, да. А встречать нет. Или встречали уже во дворцах своих, там, значит, в Кремлях и в Белых домах, да. А, значит, наш президент все бросил и полетел в страшно плохую погоду. Я приземлялся в ноябре как раз. Вот сейчас ноябрь. Да. В ноябре 1994 года, под Аркалыком, там вообще, значит, не очень хорошая погода была, прямо скажем. Да, я представляю. Грязь по колено. И вот наш президент полетел и встретил наш экипаж. Вот, это тоже, ведь, показатель. Я горжусь этим. В 2007 году вы стали председателем Национального космического агентства. И я знаю, что это был ваш проект, то есть проект, который вы хотели создать. Значит, на самом деле я осуществил главную мечту своей жизни, потому что я с 10 лет, как только 12 апреля 1961 года полетел в Гагарин, я именно хотел стать и все делал для того, чтобы стать космонавтом. И спортом заниматься, и учился прекрасно, и все, да. И достиг каких-то результатов до этого уже, до отряда космонавтов. Вот. И первым казахом стал чемпионом Советского Союза по высшему пилотажу на спортивных самолетах. И первым казахом мастером спорта СССР по высшему пилотажу стал. И мастером СССР по спортивной гимнастике. И закончил авиационный институт, и один, и второй, и высшее летное училище. Тут много сделал, правильно, да? И получил то, что я хотел, но только через 33 года, после полета Гагарина, именно через 33 года, в 94-м, посчитайте, да, произошел мой первый полет. И казалось бы, да, я достиг своей мечты и так далее. И, в принципе, можно было успокоиться. И, как в одной из, значит, речей сказал наш Карим Кажимович Масимов, мог бы курить бамбук. Да. Вот так он сказал. Оставшуюся жизнь. Но я не стал курить бамбук. Значит, посчитал, что, конечно, я увидел, что не очень хорошо, значит, обстоит дело с развитием космической деятельности в моей стране. И, конечно, уже став генералом, получив все высочайшие награды и звания, и, главное, получивший огромное знание, значит, повертевшись и послужив внутри космической отрасли, значит, Советского Союза, потом России, конечно, я, значит, счел необходимым принять приглашение и прийти и отдать то, что я знаю своему народу, своей стране. У многих понятия это пришел, значит, увидел, победил. Быстренько раз-раз сляпал, и что-то полетело. Не бывает так. Вот космическая деятельность, особенность ее такова, что она, во-первых, очень финансово емкая, наукоемкая и требует длительной работы для того, чтобы получить какие-то первые результаты. Это не пирожки лепить, как я уже тоже говорил, и это проходило в средствах масляного. Хотя я считаю, что и пирожки лепить хорошие тоже надо уметь, и тоже непростое дело. Но сравнивать космическую деятельность, когда ты готовишь технику, которая находится на самом передовом рубеже вообще науки человечества, это несоизмеримые вещи. И у многих дилетантов очень такое понятие, что это сегодня раз, сегодня подписали указ, а завтра уже все, значит, летает, все фотографируют, и всем мы освоили уже весь космос. Так не бывает, к сожалению. Но агентство уже работает 5 лет. Да. На чем вы сейчас работаете? То есть 5 лет бы к чему-то готовить, да, наверное? Мы не только готовимся. Во-первых, мы от планов, которые мы заложили, а заложили мы очень амбициозные планы, да, для того, чтобы получить уже самодостаточную космическую отрасль в Казахстане. Значит, она, конечно, не такая, по моему понятию, должна быть огромная, как в России, или в США, или в Китае, или в Индии, такие огромные страны. Но она должна быть четкая, со всеми элементами и атрибутами, которые присущи космической отрасли. Сегодня, вы видите, на орбите существует и работает успешно. Тут вот, значит, телекоммуникационный спутник КАСАД-2, после той неудачи, которую до нас сделали КАСАД-1, это неудачный пример, значит, да, или наоборот, удачный пример, как не надо работать, значит, да. Значит, мы отбили, после того, как было создано Национальное космическое агентство, множество проектов, которые заведомо были невыполнимые и переносили бы только убытки для нашей страны. КАСАД-2 уже работает. Это же не просто КАСАД запустили, один спутник летает на орбите и там что-то передает. Ведь для того, чтобы он работал, нужна ответная часть. Ответная часть – это наземная инфраструктура. Это наземный комплекс управления АКОЛЬ, который очень успешно работает у нас 100 километров отсюда. Кроме этого, мы уже в декабре этого года сдаем резервный наземный комплекс под Алматой, которого тоже никогда не было. Это современнейшие комплексы. Сегодня россияне приезжают, которые занимаются много-много лет, десятки лет этой тематикой, и удивляются, какой уровень мы заложили в эти комплексы. И они существуют. И сегодня идет работа. И даже сегодня, работая с вами, значит, мы передаем сигнал через КАСАД-2, чтобы вы понимали. Следующий спутник КАСАД-3 заложен, и идет его полное создание, полным ходом, и он будет запущен в 2014 году, в первом квартале. А правда, что под Астаной строится завод, который будет производить спутники? Конечно. Но только не под Астаной, а прямо в Астане. Прямо в Астане. Прямо в Астане, в свободной экономической зоне Астана-Жанагала. На самом деле называется сборочно-испытательный комплекс космических аппаратов. Это что такое? Фактически, да, вы правильно говорите, это завод. Такое современного уровня, где от идеи, от идеи инженерной, научной, значит, то воплощение в железо создается космический аппарат. И кроме этого, еще чем отличается от других, значит, заводов, он еще и будет производить полный цикл и полный комплекс всех испытаний спутника. А это огромное количество и очень сложных испытательных процессов, которые будут делаться в одном месте у нас здесь. Кем бы вы хотели, чтобы вас вспомнили? Что бы вы хотели, чтобы о вас говорили? Такого вопроса я еще не получал. Интересно, да. Хорошо. Да, действительно, мы же, значит, философски должны относиться. И я всегда философски относился. Все люди приходят в этот мир, все люди уходят. Да, и мы, конечно, когда-то уйдем. Это естественный гиалектический процесс. Но, конечно, мне бы хотелось, чтобы хоть когда-то кто-то вспомнил, что был такой человек, который поставил цель своей жизни прославить нашу нацию. В том плане, что мы тоже можем летать в космос. И летать не просто, как вот показать лицо. А то, что мы можем выполнять там очень сложные работы. А это зафиксировано сегодня. И теперь могут подтвердить специалисты всех стран. Когда он мог руководить специалистами высочайшего уровня других стран, таких высокоразвитых, как Соединенные Штаты, Франция, Россия и других стран. И он же пришел и, несмотря на то, что мог бы, как говорится, курить бамбук, он все-таки пошел получать дыни. Дыни это в переносном смысле. За то, что кто-то что-то натворил. А сейчас мы это пытаемся исправить. И получаем, так сказать, вот эти вот незаслуженные, значит, упреки, даже иногда оскорбления. Но неужели такая критика на вас как-то действует? А мы же люди, понимаете? То есть вы можете расстроиться, если прочитаете какую-то критику в свой адрес, незаслуженную, может быть, заслуженную. Если незаслуженную. Если незаслуженную. Заслуженную тоже, конечно, задевает. Но она настраивает на работу. Что ты вот тут не доделал, да, дорогой товарищ. Возьми-ка, да, проанализируй и сделай. Но когда сыпется, значит, град слов, которые люди, которые, видно, ничего не понимают в этом деле, они дают оценку, и еще с оскорблениями. Ну, это же вообще не годится. А сегодня такое время, когда каждый может из-под забора там что-то там вякнуть, что-то такое. И он тоже специалист. Вот я, например, считаю так. Если я не специалист, например, в сельском хозяйстве, хотя тоже, в общем-то, что-то понимаю, да, нас учили многому. Но я никогда не буду учить, значит, специалиста, который работает на земле, как ему сажать, где ему пахать, значит, где какой там химикат класть и так далее. А нас учат. Несмотря на то, что это самая сложная, значит, деятельность человечества, нас учат, как это делать. Но вы же не только работаете. Чем занимается Талгат Мусабаев, вот, вне работы? Ну, к сожалению, вот так. Хочу сказать, что времени на какие-то вот те раньше вещи, которые, так сказать, являлись досугом, значит, хобби и так далее, практически не остается. Потому что нужно создавать все с нуля. Вот в чем, значит, задача и загвоздка. Если я раньше имел время, ну, вы знаете, что я, в общем-то, неплохо и на гитаре играл, и пел, и в ансамбле в Риге, там, значит, и Битлз играл, и все, значит, ну, и мастер спорта, вы знаете, я спортом очень много занимался. И до 50 лет футбол гонял, давал форы другим, значит, и плавал, и все. Сейчас возможности нет такой. Но неужели нет выходных в субботу, в воскресенье? Есть. Ну, вот, значит, как раз только в воскресенье нам удается поспать. Неужели у вас нет друзей, с кем можно в баню, в баню уходите наверняка? Ну, это крайне редко. Крайне редко? Это вообще крайне редко, да. А хотя я баню люблю. А с кем из высокопоставленных людей в нашей стране вы дружите? Давайте так, это вопрос личный, да, значит, и не для оглашения, так сказать. Ну, просто людям, я думаю, интересно, наверное, зрителям. Ну, есть у меня хорошие товарищи и в верхах, и в низах, и во всех фактически слоях нашего общества. Ничего человеческое нам не чуждо. Многие недопонимают, что есть такое понятие, как патриотизм. Может быть, оно сегодня устарело, да, и звучит сильно пафосно. Но это на самом деле так. У многих нету этого. Потому что сейчас в основном все вот это с этим связано. А у нас еще осталось с того времени. Мы хотим, чтобы наша страна была не хуже других, а в некоторых вопросах лучше. Мы хотим, чтобы наш народ жил по-человечески и считался цивилизованным государством. Ваши дети такие же патриоты, как вы? Ну да, есть у них такое. Но дети это уже другое поколение. Они живут в Казахстане? Значит, не все. Частично там, частично тут. Но решаем вопрос. Это же не просто. Я же очень много лет прожил в Москве, когда готовился к полетам и так далее. И там, в общем-то, осели они. И будем мы думать сейчас. Этот вопрос тоже стоит на повестке. То есть вам бы хотелось, чтобы дети были рядом? Ну да, конечно, родину дает попробовать перевести. Но ваши дети не пошли по вашим стопам? Нет, вот, значит, ну, у каждого своя дорога. Вот если у меня были родители, кстати, папа у меня был, значит, ваш коллега, журналист, а мама врачом, которая прошла всю войну от Сталинградской битвы до Берлина. И они все хотели, чтобы я был либо журналистом, либо врачом. Я же не стал. Я же стал вот таким ненормальным, значит, который улетел совсем из дома. И совсем с земли улетел. Не только от дома. Поэтому у каждого своя дорога, каждый должен сам выбирать. Значит, ну, я считаю, что они выбрали свой путь. Но вот моя дочка Миля, она, значит, осталась и закончила Московский университет. И, значит, работает в Центре подготовки космонавтов имени Гагарина. Там, где я служил и проходил подготовку к полетам. Значит, она там психологом в отряде космонавтов. Но, как правило, каждый ребенок, каждый второй, мне кажется, мальчик мечтает стать космонавтом. Это, по-моему, самый популярный ответ, когда задаешь вопрос, кем хочешь стать. Да, ну и сейчас тоже. Да, и сейчас тоже многие мечтают. Но единицы становятся космонавтами. Ну, это же объективный процесс. Ведь космонавтом не все могут, к сожалению, стать. Даже летчикам. Но здесь, мне кажется, даже дело не в здоровье, не в подготовке, а дело, наверное, в характере. И характер, конечно. Ну, особенно ведь сейчас изменились и ценности. Если раньше действительно 100% мальчиков в моем возрасте хотели стать летчиками, моряками. Ну, а космонавтами 100% все хотели стать. И даже девочки огромное количество хотели стать космонавтом. То сейчас ведь другое. Сейчас где-то там денег побольше заплатят. Вот об этом сейчас думаю, значит, к сожалению. А в вашей жизни деньги какую роль играют? Как и у любого гражданина. Без денег и ни туда, и ни сюда. А что сделать? Количество имеет значение? Ну, всегда имеет. Их же всегда не хватает. Ну, вот вам лично на что не хватает денег? Ну, помочь детям, внукам. Помогаете? Ну, а как же. А вот помимо этого, если видите, что детям срочно нужна какая-то операция, то есть вы не знаете эту семью. Может тронуть вас чья-то история, где вы можете помочь? Может быть, не всегда, но в некоторых случаях, а в отдельных, да, действительно хочется помочь. Но, к сожалению, не всегда возможности наши совпадают с нашими желаниями. А часто просят вас о помощи? Бывает. Бывает. Не хочу сказать, что ежедневно там, но бывает. А часто обращаются люди у нас, потому что я слышу постоянно и политики, которые приходят к нам в студию, очень часто жалуются на то, что люди просят всегда о чем-то. От должности, денег, квартиру, работу. Это типичные вопросы, которые задают. Не устали от этого? Ну, я вот стараюсь как-то, значит, дистанцироваться от этого, потому что считаю, что я ведь не одел кадров. Потом другое время сейчас настало. Каждый должен сам пробиваться. И не люблю, когда вот там люди, которые, ну, просто близкие к тебе, предположим, да, на каком-то расстоянии, но ближе, чем другие, да, они за счет этого хотят, так сказать, продвинуться вверх. Не имея на это, значит, никаких оснований, ну, ни знаний нету. Ну, в основном же сейчас знания-то какие сейчас, ну, что это за знания? А он хочет быть большим начальником. Ну, я говорю, дорогой товарищ, прежде чем начать это, да, вы же мой родственник, давайте это сами. Я говорю, дорогой, вот твой родственник, да, начинал вот с самого низа. С самого низа надо начать. А сейчас, если он Балашак закончил, то ему надо сразу не меньше, чем замминистра, да, или какую-нибудь большую должность. Ну, это что это? Это обыкновенный институт, только за границей. Я считаю, что человек должен пройти все ступени, от низа до верху сам. Особо одаренные, конечно, не должны очень долго задерживаться на нижнейших ступенях, расти быстрее, чем основная масса, но все равно он должен пройти это. А у нас же сразу, вот человек, который там ничего не понимает, никогда с людьми не разговаривал толком, его надо сразу руководителем ставить. Ну, а на каком основании? Ну, он хорошо знает там экономику, бухгалтер там хорошо считает. Почему его надо ставить сразу начальником? Огромным начальником. Вы народный герой Казахстана, да? А кто для вас является героем в вашей жизни? Наша страна, наша земля издревле славилась героями, мы их всех знаем, значит, гордимся этими. Но сегодняшний герой – это наш президент. Великий караван, который называется «Страна Казахстан», ведет наш президент Ельвасы. Ну что ж, спасибо большое. Мне очень приятно, что именно вы пришли ко мне в студию накануне этого праздника. Мы с вами о многом говорили. Я думаю, что в первую очередь наш разговор был полезен для молодежи. Потому что, чтобы стать таким, как вы, нужно иметь высокие цели, да? И мечтать. И много работать. И много работать, да. И мечтать, конечно, о чем-то великом. Спасибо большое. Я еще раз напоминаю, сегодня у меня в студии, в программе «Статус Ко» был народный герой Казахстана Талгат Мусабаев. Всего доброго. Смотрите нас каждый четверг на телеканале «Астана». Субтитры создавал DimaTorzok